Добрый вечер, Роза Ханум. Добрый вечер. В последнее время, как мы наблюдаем, все чаще какие-то третьи лица, их стала волновать судьба армян Карабаха, к примеру, юрист из Аргентины. Бывший прокурор распространил такой отчет, в котором назвал действия Азербайджана геноцидом. Какими вообще фактами, главными доказательствами данное лицо руководствовалось, на ваш взгляд, выступая с достаточно серьезным обвинением в адрес Баку, да и, судя по всему, совершенно, видимо, не в курсе об истории армяно-азербайджанского конфликта, оккупации азербайджанских земель, этнических чистках, учененных армянскими вооруженными силами. Каковы же, на ваш взгляд, все же истинные мотивы аргентинского юриста? Да, Азербайджан признает прошлую работу господина Окампо в качестве прокурора Международного уголовного суда. Однако этот документ, составленный им недавно, не является бесстрастным нейтральным документом, отчетом, составленным со стороны третьего нейтрального лица. Как доказательство тому, можно привести несколько фактов, а именно то, что этот документ, в принципе, был составлен со стороны господина Окампо по просьбе так называемого президента сепаратистского режима, незаконно созданного на суверенных территориях Азербайджана со стороны Армении. Еще до того, как он составил этот отчет, в своей публикации господин Окампо использовал такие хэштеги, как «Stop Armenian Genocide» и так далее. То есть это уже показывает о его небеспристрастности. Также стоит отметить, что данный документ был создан всего за 7 дней, что не является достаточно длительным сроком для подготовки такого документа и еще раз показывает его односторонним отношением. Также тут нужно отметить тот факт, что его основной целью было не отразить результат от тщательной оценки того, можно ли расценивать данную ситуацию как международное преступление, а скорее как объяснить, почему его следует расценивать как геноцид против армянского народа. Также нужно отметить, что господин Окампо не впервые поддерживает так называемый армянский геноцид. Еще в 2015 году он был в Армении и участвовал в конференции, которая была направлена на то, чтобы пропагандировать так называемый армянский геноцид. И он выступал главным докладчиком наравне с так и так называемым президентом Серджем Саргизианом. Стоит отметить, что в Аргентине довольно большая армянская диаспора, то есть она лидирует по количеству армян в стране среди других стран Латинской Америки. И так что это неудивительно, что господин Окампо подготовил такой отчет и поддержал сепаратистов в данной ситуации. Далеко не секрет, что прослеживается на лицо, точнее, след армянского лобби, причем максимум, будь то в США, Франции, в целом в Евросоюзе, так или иначе армянская диаспора пытается оказать влияние на отношения отдельных стран. И какова в таком случае, на ваш взгляд, главная цель армянского лобби? Это сорвать мирный процесс или все же найти новых союзников? Армянская диаспора, в принципе, всегда оказывала поддержку Армении, мы это знаем, то есть она довольно активная. Но в последние годы, по окончании Второй Карабахской войны, отношения между официальным Ереваном и диаспорой несколько изменились. Так, в своем большинстве диаспора не поддерживает мир в регионе и не поддерживает политику нынешнего премьер-министра и его команда. Нужно также отметить, что тут есть такой фактор, что они принимают решения извне, то есть они, в принципе, изнутри не знакомы с ситуацией, с последствиями войны для самого Еревана, для самой Армении. Поэтому они в основном руководствуются идеей того, что Карабах якобы должен принадлежать Армении. Поэтому тут скорее отсюда и возникают эти разногласия. Они довольно-таки в грубой форме критикуют премьер-министра, в своем большинстве опять-таки, и не поддерживают его внешнюю политику, а также установление мира в регионе и обеспечение безопасности. Ну что ж, спасибо вам большое, что подключились к нам. Нам спасибо. Всего доброго. С нами на связи был советник Центра исследований международных отношений Роза Аскерова. Продолжение следует...